Сегодня мы снова ограничимся репликой, потому что неделя, в общем, выдается тематической. После уикенда хотелось поговорить про российский футбол, и, в общем, так мы и поступили, а сейчас хочется поговорить про Лигу чемпионов, потому что, вы знаете, вот есть такая старая восточная притча, которая заключается в том, что очень мудрые люди оказались в темной комнате со слоном, и стали его, слон был спокойный, естественно, это была непосудная лавка, они стали его ощупывать, кто-то пощупал хобота, сказал, что слон похож на змею, кто-то пощупал ногу, и оказалось, что в его понимании он слон похож на водосточную трубу, ну и так далее, всего слона они не увидели. Вот четвертьфинал Лиги чемпионов тоже, вы знаете, какой-то один кто-то назовет скучным, какой-то другой кто-то назовет великолепным, третий кто-то назовет нелогичным и так далее, но все вместе они создают потрясающую совершенно картину очень разнообразного высококлассного футбола на той стадии, как раз, когда матчей еще достаточно много, команда еще достаточно разнообразная, но при этом их уровень уже крайне высок. Лига чемпионов – это самый классный футбол, а у меня самый классный букмахерский партнер – компания Фонбет. Регистрируйтесь в приложении, забирайте 2000 рублей фрибета, введя предварительно промокод «Уткин» и играйте в свое удовольствие, развлекайтесь. Подробности в закрепленном сообщении. Ну а теперь вернемся к рассуждениям об игре. Многие говорили после матча Манчестера-Сити-Атлетика, который, опять-таки, наверное, все-таки процентов 70 предпочло смотреть прямой трансляции матча Бенфика-Ливерпуль, хотя, может быть, я ошибаюсь, но это несущественно. Короче говоря, матч Манчестера-Сити-Атлетика многие назвали скучным и, в общем, не оправдавшим ожидания. Действительно, в общем, на вкус и на цвет, как известно, все фломастеры бывают разными, но эта игра, в ней не содержалось большого количества острых моментов, в ней не содержалось какого-то колоссального количества тактической мысли. Мы увидели тактическую новинку. Семенов провел первый тайм, играя в десятером в защите. Это невозможная схема. Почему? Потому что, ну да, можно закрыться от соперника. Это не было автобусом, потому что Сити не смог вдавить Атлетику в штрафную. Но, тем не менее, Атлетика играл в две шеренги по пять человек. Ну, представьте себе, что происходит, если вы перехватываете мяч в такой ситуации? Его некому послать вперед. И вообще нужно просто перед тобой оказывается весь соперник. Если ты его качественно встретил, значит, большинство соперников остается за линии мяча. И тебе нужно начинать преодолевать это сопротивление, вот просто проходя, как будто бы бросаясь в штыковую атаку. Это получается далеко не всегда. Да, безусловно, это не смотрелось как-то очень остросюжетно. Это смотрелось как триллер, потому что вот-вот могло произойти что-то по-настоящему интересное. Но, тем не менее, конечно же, это была борьба двух выдающихся тренеров. Я читал материал Вадима Лукомского. В общем, у меня мало что есть добавить к его соображениям. И действительно, этот матч, хотя сравнение банальное, то я просто цитирую Лукомского, но именно такую игру можно сравнить с шахматной партией. Здесь, конечно, важнейшая роль была с заменами. Вот здесь игра замен, пожалуй, была самая главная во всех четвертых фуналах. Потому что, ну, тут как в Формуле-1, знаете, иногда бывают ситуации, что проиграет тот, кто первым заедет на пит-стоп. Ну, так бывает. А иногда бывает, что, может, кто-то вторым заедет. Но суть не в этом. Суть в том, что Семенов первым сделал свой ход, перестроив его команды, обновив атакующую линию. И, в общем, у него впереди появилось... Ну, кто-то постоянно играл впереди. Было уже кому адресовать мяч. И была одна, может быть, острая атака. Но на это ответил Гвардиов. У него, конечно, в общем, в отличие от Атлетико, скамейка, наверное, посильнее. В том смысле, что она как минимум поярче. Начав играть более атакующим образом, хотя и, безусловно, от обороны по-прежнему, Атлетико стала ставить больше пространства. И в этот момент Гвардиов выпускает в первую очередь, конечно, Фодена. Разумеется, при этом еще и перекраивается игра впереди, потому что отныне на позиции ложной девятки чаще оказывался Дебрюйна. И вот один эпизод, а такие игры и решает один эпизод. Один эпизод, когда Фоден смог сделать проникающую питочку на Дебрюйна. Там еще была ошибка. Не выдержал, по-моему, менее всех играющих за Атлетико, по хронометражу, по времени, приобретенном в команде, Рейнилду. У него не выдержал, я его выбросился на Фодена. И в общий момент был решен во все это видели. Вот такая получилась игра. Тут есть, что анализировать. Есть, о чем поговорить. Смотреть согласен. Не очень интересно. Но, понимаете, это Лига Чемпионов. И ее суть, безусловно, в разнообразии. Это круто, когда мы видим очень разные матчи. И все они получились совершенно разными сюжетами. Вот таким получился сюжет матча Манчестер-Сити Атлетико. Согласен, это было бы разочарование, если бы это был финал. И не было бы других впечатлений. Но это был не финал. Параллельно, например, Бенфика сражалась с Ливерпурем. Бенфика, кстати говоря, единственная команда, которая пробилась до этой стадии через квалификацию. Там она обыграла Спартак. И если бы она обыграла Зенит, например, в квалификации. Ну, допустим, да. Как был год назад, Зенит очень был горд тем, что команда, которым он проиграл в группе. Ну, конечно, не клуб Зенит, а болельщики Зенита. Некоторые офицер-лицы тоже говорили тогда, что посмотрите, как высоко прошли команды, которым мы проиграли. А Спартак, по счастью, сейчас находится в совершенно позорном положении в чемпионате России. И там тоже, наверное, нашлось бы кому вспомнить, что смотрите, Бенфика-то как далеко-далеко прошла. Ну, понимаете, сюжет Бенфика-Ливерпуль, он был гораздо в большей степени предсказуем, потому что, ну, Бенфика, наверное, дошла до своего предела. И большая удача, что это такая команда, которая уж если проигрывает, то, как правило, проигрывает ярко. Матч получился весьма интересным, но с совершенно предсказуемым исходом. Тут, мне кажется, особенно не о чем говорить. Вот, Ливерпуль, тем более, в выходные еще будет играть против Сити. Я думаю, что это игра, которая окажет большое влияние на состав полуфиналистов, потому что Ливерпуль, в общем, свою задачу решил, а Сити, напротив, должен теперь еще и в Мадриде показать все, на что способен. Наверное, скамейка достаточно длинная, но, тем не менее, разная ситуация. Я хочу вам сказать, что мы будем стримить матч Сити-Ливерпуль на канале «Уткинлайв» в воскресенье в 7 вечера. Приглашаю вас, тем более, что эту игру многие в России посмотреть не смогут. Но, вот, можно сказать, что, возвращаемся к теме разнообразия сюжетов. Можно сказать, что сюжет матча «Бенфика» и «Ливерпуль» сходен с сюжетом матча «Челсериал». Нифига. Счет одинаковый. 1-3 проиграли хозяева. Но в матче «Бенфика» и «Ливерпуль» был ярко выраженный фаворит. В матче «Челсериал» он, если и был, то задним числом. Я скажу даже больше, я думаю, что эта игра могла закончиться совершенно иначе, если бы именно вот в среду утром не излечился окончательно от омикрона, разновидности коронавируса, Карла Анчелотти. Потому что, ну, невозможно заменить такого опытного тренера. Какой бы у тебя ни был помощник, даже если это твой сын, все равно невозможно заменить такого тренера в смысле матч-менеджмента. Я думаю, конечно, что приезд Анчелотти, вернее, прилет Анчелотти в Лондон в день игры, конечно, взбодрил очень футболистов. А для «Реала» это важно. Потому что в «Реале» делают игру звезды, это такая команда. Да, конечно, всякая какая-то схема, но «Реал» никакой схемой не раскрывается, он никакой схемой не объясняется. Он, в первую очередь, объясняется мастерством своих игроков. А потому никто из них, все они достаточно классные, чтобы не говорить об игроке настроения. Но тем не менее настроение для них всегда очень важно. Короче говоря, не будет знать, что Челси, хотя и проиграл Брэндфорду в минувшем туре, все равно Челси – обладатель Кубка Чемпионов. Здесь не было ярко выраженного фаворита. А сейчас, после матча, который закончил счетом 3-1 в пользу «Реала», Томас Тухель прямо сказал, что интрига, надо быть откровенным, интрига в нашем противостоянии убита. Я к этому еще матчу-чуть вернусь в конце, потому что там был еще один важный смысл. Но, опять-таки, просто чтобы закончить тему разнообразия сюжетов, матч «Вильгириал-Бавария». Да, Бавария сыграла не лучший свой матч. И да, можно говорить, например, хотя бы о том, что когда Пау Торрес разбил в кровь лицо Лео Горецки в своей штрафной, наверное, в этот момент судья имел право назначить пенальти. Кстати, характерно, что его не звали смотреть по ВАРу. Может быть, насмотрелись сюжеты о чемпионате России, как наш предстоятельный судья Панин смотрел в телевизор несколько раз эпизод, и я понимаю, что веду себя как бумер, но, тем не менее, смотрел как в афишу «Коза», это из Маяковского. Но, тем не менее, не стали смотреть ВАРу, я думаю, потому что судья Тейлор был в идеальной позиции. В таком случае принято судья доверять. Но, тем не менее, кстати, я думаю, что пенальти там могло и не быть. Но не буду в это вдаваться, потому что это несущественно. Игра, которая одна из команд выигрывает 1-0, всегда могла закончиться 1-1. Потому что у другой хотя бы один момент все-таки был. Ну, забей они, ну вот вам, пожалуйста, и 1-1. Поэтому смысл, конечно, в другом. Смысл в том, что Унаи Эмери, хотя и выиграл большее количество этих матчей в Лиге Европы, но мне, я полагаю, что из ныне живущих и ныне действующих тренеров ни один не выиграл больше матчей плей-офф Еврокубков, извините. Он умеет это делать. Уж не знаю, в чем это умение заключается. Об этом, наверное, стоит написать книгу. Ее стоит перевести на русский язык, просто чтобы понимать. Это тренер, который показал свою неспособность, наверное, работать с топ-клубом настоящим. Но вот на уровне следующем он способен творить чудеса. И вот Вильгриял, кстати, в соответствии с моим прогнозом, чем я горжусь, не проиграл Баварии дома. Мало того, выиграл. И в целом, по острым моментам настоящим, он Баварию превзошел. И в целом, наверное, он Баварию тактически тоже переиграл, потому что, например, в этом матче как будто не было Роберта Ливандовского. А почему? Ну, наверное, потому что Вильгриял круто перекрыл фланги. Наверное, так. Я, конечно, эпизодически посмотрел эту игру, чтобы успеть сделать для вас эту реплику и еще немножечко поспать. Но, тем не менее, у меня сложилось такое впечатление, и я буду на нем, наверное, настаивать. Особенно характерно, что, допустим, на фланге сыграл Коклян. В общем-то, это не его позиция. Я увидев в центре поля Капу, Пареха и Кокляна, я подумал, что будет редут в центре поля, но оказалось, что это вообще совсем другой был замысел. Вильгриял выиграл и мог еще забить. И характерно, что самые низкие оценки в Баварии получили Ливандовский и Нойер. Футболисты, наверное, это самые святые такие ценности Баварии персональные. Но, тем не менее, так произошло. Это означает, что оружие у Баварии было выбито из рук. Ошибка Нойера не привела гол в его ворота. И еще, кстати, у Вильгриял был отмененный гол, вы, наверное, об этом знаете. Короче говоря, тут можно спорить, у Баварии много поклонников, но вот, тем не менее, Эмери снова показал себя как выдающийся мастер в играх плей-офф. Мне кажется, Бавария остается фаворитом. Но вот этот сюжет тоже был совершенно не похож на все остальные. В общем, четвертьфинал – это та стадия, которую болельщик, в общем, не очень обременной бытовыми проблемами и обладающей количеством свободного времени, его, конечно, лучше посмотреть все. Ну, или хотя бы три из четырех. Потому что вот такая концентрация высококлассного футбола на участке двух матчей встречается, наверное, так же редко, как концентрация хет-триков этой весной у Карима Бензема. Он делает хет-трик второй раз подряд. И вообще, только он пока забивает в этом плей-офф у мадридского Реала. При том, что, в общем, не то, чтобы он его как-то вот тянул, и только он один был в поле воин. Нет, совершенно. Бензема показывает совершенно удивительный футбол. Я, признаться, выбирая ставку на этот матч, для развлечения, я подчеркну, я подумал, что пора бы забить Винни Джуниору. Именно потому, что, ну, сколько можно? Бензема, Бензема, Бензема. А вот в итоге Винни Джуниор помог Бензема открыть счет. Это была практически образцовая атака. Когда он вложил мяч, ну, не хочется сказать, как пулей вложил, потому что пуля в голову – это совсем другой образ. Но там действительно оставалось голову подставить, потому что там бить не нужно было. Мяч летел достаточно сильно и нацеленно. Бензема ведь мог и покер сделать в этом матче. Там он чудом еще один гол не забил. И второй гол головой. И третий гол, когда он подкараулил ошибку Минди. Что-то происходит с этим вратарем, не знаю. Может быть, он до сих пор празднует Кубок Африки, что-нибудь еще в этом роде. Но как бы то ни было, он был крайне надежен в предыдущем сезоне. И в начале этого сейчас с ним что-то происходит, не знаю что. В общем, Бензема – это, вне всякого сомнения, главная звезда четвертьфиналов. И то, что с ним происходит последние два года, это, мне кажется, совершенно удивительный пример. Кстати говоря, сделал сегодня хет-трик, перешагнул рубеж 40 голов за сезон. Из них 37 за клуб и 5 за сборную Франции. Все всегда знали, что Бензема – хороший игрок. Но он всегда был в тени Криштиана Роналду. Не в тени, он был его ассистентом. Он вообще идеальный ассистент. Он, как считается, он может сыграть как в полузащите, так и на любой позиции в атаке. Просто это не нужно. Зидан всегда говорил, кстати, не подойдет к одной и той же народности, Магребинской, Кабилы. Зидан Кабил и Бензема Кабил. Два Кабила – это сила. Зидан всегда говорил, что он видит в Бензема, на самом деле, настоящего киллера, которым он должен стать. Форварда киллера. И вот сейчас мы видим такого Бензема. Мне кажется, что сейчас Бензема, поскольку вы меня уже об этом начинаете спрашивать, я вам скажу сразу, что я вам говорил, что в прошлом году я вручил бы золотой мяч Бензема, если бы это от меня зависит. Я проголосовал бы за него, если бы меня спросили. А сейчас я думаю, что Бензема становится фаворитом в борьбе за золотой мяч. Он показывает феноменальную игру. И самое главное – это не перерождение, нет, но это становление его в качестве одного из лучших футболистов мира. А вот прямо сейчас, я думаю, он лучший футболист мира. Вот прямо сию секунду, если брать. Оно происходит с ним в возрасте за 30. Вот это удивительно. Казалось бы, к этому времени футболист уже не является глиной, из которой можно лепить и которую можно хоть как-то поправить. Казалось бы, в это время футболист уже окончательно сформирован. Вспомните, ведь Бензема приходил в Мадридский Реал одновременно с Гонсало Игуаином. И казалось, тогда, в общем, были две партии. Одни были, что Игуаин сильнее, другие, что Бензема сильнее. Игуаин заканчивает в этом сезоне. Заканчивает уже на совершенно другом уровне. И, слава богу, что он доигрывает уже. Ну, это объективно, да. И он заканчивает в этом сезоне. А Бензема только расцветает в этом сезоне. Хотя, казалось бы, это были близкие по таланту и способностям футболисты. Вот это перерождение, этот шаг из просто блистательного игрока в ряды лучших футболистов мира и претензии на место в истории, я даже больше вам скажу, когда происходит в таком возрасте, но я думаю, что это говорит нам о том, что какой бы сложной ни была ситуация, она не бывает непоправимой. И всегда рано опускать руки. За свое дело, особенно если оно правильное, особенно если ты это хорошо делать умеешь, нужно бороться до конца. Бензема это показывает. И сейчас он заставил Томаса Тухеля, человек, который в общем очень редко задается, признать, что, наверное, Реал уже в полуфинале. И это не я утверждаю, так говорит Тухель. Может быть, на эмоциях, но тем не менее. До понедельника.